Вот сейчас у вас уникальная возможность видеть знаменитую Трегулову в каске, потому что здесь, на этом объекте, наверное, чуть-чуть отставив эстетство, Эльфира Исмаиловна просто руководит стройкой. Усиление фундамента здания завершено, тепловой контур строения закрыт. На выездном совещании в здании фабрики кухни глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценивают ход работ. Внутренние помещения обеспечены теплом, здесь можно проводить отделочные работы, монтировать коммуникации. Началось и благоустройство фасада. Сегодня есть уверенность, что все, что касается здания, выполнения работ, в текущем году справимся. Начало года следующего будет необходимо для того, чтобы уже расставить оборудование внутри здания, уже отладить все функциональные жизнеобеспечивающие системы, а самое главное, все творческие выставочные пространства уже заработали. Сейчас на объекте трудится около 200 человек. У здания сложная инженерия. Музейные экспонаты требуют особых условий по влажности, инсоляции и системам охраны. Параллельно с этим ведутся подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Она порадует самарцев уже в этом году. Зельфира Трегулова сообщила, что со времени ее последнего визита в Самару в октябре проделан огромный фронт работ. Мы все делаем общее дело и в результате в 2022 году можно будет процитировать Маяковского. Здесь будет город Сад. Это будет совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но уверенно на карте всей страны. Команда Третьяковки в Самаре уже работает и подготовила две выставки. Передовой отряд в художественном музее можно будет увидеть 26 февраля. А совсем скоро в галерее Виктории самарцам откроется еще одна выставка. Все это часть единого проекта, в котором будет представлено наследие 20 века, авангард и реализм 20-30-х годов. Что касается филиала Третьяковской галереи в Самаре, то он откроется в 2022 году. Виктория Шарея. События.